добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи обзор рынков фиба групп с нами сегодня аналитик компании фиба групп роман шевченко роман добрый день да добрый день какие мысли по поводу падающей нефти связанных с ним событий или может быть вообще какие-то новые торговые идеи мы рады будем их услышать смотрите я всю прошлую неделю активно не торговал так как был в командировке я в принципе никогда в целом в командировках активно не торгую так по мелочи по одной простой причине потому что когда ты не находишься в такой стабильной ситуации да каждый день выходишь на одно и то же время на работу то получается что и торговые результаты очень сильно ухудшаются но это по крайней мере у меня я был в казахстане узбекистан как была ваша поездка роман очень очень хорошо спасибо на самом деле я очень люблю командировки в казахстан вот впервые был в узбекистане но сразу же расскажу что в казахстане у нас 300 разница соответственно торговать такой разницы немножечко сложновато адаптироваться к этим все моментом я уже давно пришел в таком решении что все таки в командировках особенно с такой большой часовым разницей лучше все таки не торговать соответственно ну и в какой-то степени отдохнул от рынка и вот сегодня хочу поделиться некоторыми наблюдениями немножечко видоизменил свою торговую стратегию может быть процентов на 5 на 10 сощественно не изменилась конечно продолжая торговать от уровней и что я хочу сказать вам сегодня в целом был один очень сильный торговой сигнал он отработался идеально это это старая моя торговая стратегия это публикацию сегодня перейдем конечно же на реальный график я покажу отмечу как я торговал почему я так торговал ну собственно надеюсь что все так торговали потому что это был очевидный торговый сигнал чего стоит ждать уже буквально через 10 минут это отчет о занятости НИПИ ну так сказать предварительный отчет о занятости прогнозы ну не то чтобы прям там хорошие ну такой умеренно-умеренно положительные прогнозы рост прирост увеличения темпа роста да всего на 5 тысяч как бы если будут подтверждения может быть немножко доллар там прибавит ну несущественно если будет превышение более чем на 10-15 тысяч чем прогноз соответственно мы можем увидеть краткосрочный хороший импульс по доллару если же будет в обратную сторону будут данных хуже тысяч на 10 на 15 чем прогноз ну и соответственно чем предыдущее значение то в таком случае можем увидеть хорошую просадочку по доллару но опять это кратко временно не думаю что от этой публикации может прям может сильно как-то повлиять на рынок ну и соответственно композитный индекс мы с вами по Европе увидели неожиданно плохие данные по Британии неожиданно плохие данные и опять-таки мы ждем по штатам хорошую статистику и если же будут лучше данные чем прогноз чем предыдущие значения конечно это будет еще одним сигналом для укрепления доллара в краткосрочном периоде но если же будет слабость от данных хуже предыдущих просто идеально если хуже предыдущих мы увидим хороший импульс вниз по доллару вот такая ситуация относительно фундаментального анализа краткосрочного фундаментального анализа и собственно сейчас мы перейдем на графики начнем с фунта очень прям хороший сигнал я называю такие сигналы книжными вариантами они бывают крайне-крайне редко но к счастью бывают давайте посмотрим начинаем с фунта обращаем внимание уровень сформировался еще достаточно далеко достаточно давно вот он здесь мы его видим ну и собственно сейчас я сделаю крупнее для того чтобы вам хорошо было видно вчерашний день вы видите зафиксировался под этим уровнем соответственно о чем это нам говорит это говорит о том что нужно присматривать к продаже идеальнее всего если цена вернется внутри дня к этому кругу я перехожу на часовку и что мы с вами видим вот этот уровень отмечен мы с вами оттестировали идеально с риском всего-навсего в 30 пунктов и потенциалом движения в 90 пунктов вот здесь я взял ровно в 90 пунктов с точки зрения классического технического анализа это не что иное как зеркальный уровень мы видим что он был сформирован вот мы его увидели подтверждение с обеих сторон ну и собственно первый раз протестировали сегодня с открытием второй раз все идеально все замечательно сделка была просто шикарно при этом обращаю ваше внимание возвращаемся на дневку вот у нас следующий уровень уровень поддержки отмечен 1.4457 возвращаемся на час и мы видим что раз к этому уровню мы и сходили соответственно потенциал движения у нас был запас хода у нас было все очень-очень хорошо сейчас что мы видим непосредственно в данном моменте мы видим с вами еще один зеркальный уровень можно конечно же от него постараться аккуратно продавать но честно говоря я его уже отрабатывать не буду по одной простой причине потому что риск за последний максимум достаточно длинный стоп риск за движение у нас ограничен те кто внутри дня торгуют они конечно могут присматриваться к продажам с риском там где-то в 20 пунктов и потенциалом движения чуть меньше 60 55-54 пункта будет но все-таки я уже это отрабатывать не буду давайте перейдем к евро по евро мы зафиксировались выше и сейчас качественно сигнал ни на покупку ни на продажу нет если мы сейчас я сделаю крупней чтобы вам хорошо было видно если же мы только возвращаемся ниже 1.1460-1.1459 дневочка если закроется ниже это сразу же будет сигналом для продаж пока что таких сигналов у нас нет к сожалению поэтому евро-доллар сегодня я не торговал на покупку мы так и сигналов с вами не видим но все-таки честно говоря ожидаю что евро будет разворачиваться так перейдем на дневку по канадцу по канадцу мы увидели импульс очень мощный импульс вверх но для нас важный уровень сопротивления по канадцу остается зеркальный уровень смотрите неоднократно мы с вами этот уровень обсуждали вот он был сформирован давно пробили вниз это 1.2830 и 1.2825 на сегодняшний день этот уровень еще не пробит вверх соответственно покупать активно мы еще не можем но был пробит другой зеркальный уровень вверх если мы сегодня закроемся выше уровня 1.2750 и еще лучше 1.2760 то завтра можно будет присматриваться к осторожным покупкам от этого уровня но потенциал движения у нас будет достаточно ограничен где-то до 75 максимум 80 пунктов поэтому нужно будет искать очень аккуратную точку входа с риском не более 20-25 пунктов но потенциал движения вверх еще есть очень хороший тем более мы как бы пробили уровень 1.250 и все же удерживаемся где-то в его пределах соответственно потенциал для дальнейшего роста есть по доллару и иене у нас хороших сигналов не было по доллару и евро и иене есть хороший сигнал мы также получили смотрите я смещусь на неделе график мы сформировали у нас здесь уровни поддержки есть какая-то область второй раз мы пробивали ее ложной и переходим на 4.6 график смотрите первый раз эта область у нас сформировалась вот здесь это вверх и вот ниже соответственно в этой области нужно было активно покупать к сожалению я пропустил этот сигнал войти в рынок мне качественно не удалось соответственно для дальнейших покупок я жду фиксации выше вот этого зеркального уровня и в таком случае буду присматриваться к дальнейшим покупкам тем более что потенциал движения как мы видим очень и очень хороший вот к этой вот зеркальной области вот сюда соответственно у нас более 140 переходим к австралийцу как по австралийцу у нас также очень интересная сегодня ситуация смотрите сейчас я сделал крупнее чтобы вам было хорошо видно вот у нас были важные уровни поддержки вчера мы пробили очень мощный свечок вниз зафиксировались ниже соответственно сегодня нам необходимо было присматриваться к продажам продажам именно от 41 0 74 90 все валютные пары евро доллар фондов все с единицами а тут без единицы хочется сказать о них но нет ни один а 0 74 90 риск до 30 пунктов те кто в принципе достаточно часто меня слушают они знают что я по основным валютным парам риск более 30 пунктов внутри дня вообще никогда не был соответственно в этой области мы можем набирать выше где-то 0 74 90 0 75 возможно даже 0 75 0 5 мы можем присматриваться коротким позициям сделать на продажу с ограниченным риском но если же мы видим обновление максимума это отметка 0 75 15 это же сразу становится сигналом для того что все таки вниз уже мы не пойдем в краткосрочный период в среднесрочности мы до часа перейдем мы видим нисходящий импульс есть обновление минимума соответственно потенциал для дальнейшего снижения по данной паре есть очень и очень хорошо ну и последняя уютная пара которая на сегодняшний день точнее уже завтра может дать нам хороший сигнал на покупку это еврофонд те кто следят за моей страницей ну по крайней мере две недели назад следили за моей страницей до командировки фейсбука не знают что я активно торговал еврофонд продавал всю основную часть вот этого движения и сейчас если мы видим фиксацию сегодняшнего дня это очень очень важно выше 0.7930 0.7928 то в таком случае можно будет уже завтра на часовочках сейчас я вот перейду смотрите мы как раз тестируемся где-то здесь смотреть покупки от зеркальных уровней вот он первый у нас не совсем полноценный но все таки лучше всего дождаться фиксации выше если мы фиксируемся выше то будем смотреть уже на покупки этой валютной пары с риском не более 20 пунктов потенциал движения в первой сделке 60 пунктов и далее можно посмотреть уже 80-90 пунктов это внутри дня если мы торговли среди срочно у нас конечно очень хороший потенциал к 0.79 возможно даже 90 вот к этим вот максимумам но для нас очень важно как закончится вот дневку опять-таки швом включая как закончится сегодняшний день если мы не закроемся выше соответственно о покупках речь не будет вот такая ситуация этот уровень сформирован вот еще раз обращаем внимание по вот этому максимуму видите следующее подтверждение этого уровня было вот здесь мы не зафиксировались выше и после пробоя мы долго топтались над ним соответственно мы понимаем что этот уровень сегодня очень важный если будет пробой пойдем дальше если не будет пробоя будем корректироваться вот такое основное скажем так мнение основные интересные сделки которые могут или так потенциальный торговый сигнал которые могут уже буквально завтра у нас появится понял вас роман спасибо большое пару моментов хочу обсудить сейчас включу тоже демонстрацию рабочего стола коллеги пожалуйста ваши вопросы романы роману в чате и мы попробуем на них ответить а я хочу показать что пока мы обсуждали тему я продал евро доллар прошел он ниже я вышел по безубытку здесь уже да и я вижу такой коридор сложился прямо один пятнадцать и один опа на один пятнадцать десять и посмотрите красиво пробиваем сейчас просто статистика вышла да 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 мы на новостях его пятнадцать пятнадцать ADP вышел да и мы его пробиваем наверно там хорошие данные какие то да сейчас мы это посмотрим наоборот скорее всего а евро доллар растет конечно конечно вот евро доллар растет видимо да действительно ну сейчас мы посмотрим после эфира а я хочу остановиться на другой теме вы рассказали о трудной о трудной командировке в Казахстане как это было сложно коллеги посмотрите как Роман Севченко ездит в Казахстан сколько килограммов вы добавили живого веса ну наверное парочку я все таки добавлю но учитывая то что в Узбекистане было очень жарко порядка наверное тридцати шести градусов когда я улетал то немножко и вышло я вам так скажу тридцать шесть градусов в апреле в мае месяце это очень жарко очень жарко при том что я из Киева вылетал у нас было порядка семнадцати градусов но так разница почти в двадцать градусов нормально было заметно так тем более что вы вылетали в курточках которые стали абсолютно бесполезны конечно я вылетал в тонком свитерке и в курточке я прилетел мне пришлось переодеваться срочно в футболку к сожалению шорты с собой я не взял не ожидал я понял хорошо спасибо Андрей Миков из Перми спрашивает доллар франк можно посмотреть есть у вас в разметках доллар франк конечно сейчас посмотрим давайте сейчас одну секундочку видим хорошо да вот есть смотрите какая достаточно интересная у вас подалла франк сейчас у вас в чем хорошо видно Вот сразу по вот этому вот минимуму мы начнем отмечать, ну и плюс, да, возьмем ближе вот эти вот два минимума. Для нас всегда самое важное видеть последние уровни, которые были буквально недавно, вот, ближе к текущей значения цене. Так как мы не пробились ниже, соответственно, нам необходимо сейчас осторожно-осторожно присматриваться к покупкам. Переходим на часовичок, и что мы видим? У нас есть очень хороший уровень, вот здесь просто идеально, мы можем заходить прям по рынку с риском не более, ну, наверное, до 15-20 пунктов. Риск где-то 15-20 пунктов. Потенциал движения у нас очень-очень хороший. Самая первая цель, конечно, очень маленькая, смотрите, потому что вы должны четко понимать, вот эта первая цель очень маленькая, но мы смотрим не так, мы смотрим минимум, первую максимуму вот это. Так, сейчас еще раз. Вот у нас зеркальный уровень. Соответственно, по рынку, если мы берем от 0.95-35, 0.95 может быть 38, у нас с вами порядка 65 пунктов цель до зеркального уровня. Но при этом мы четко с вами понимаем, что стоп, ну, максимум, наверное, пунктов до 15, если мы пробиваемся ниже этого уровня, вот ниже вот этой области, которую я сейчас отмечаю, то, скорее всего, мы продолжим снижение. Если же вы консерватор и консервативно торгуете, как, в принципе, и я, то я бы посоветовал вам дождаться фиксации котировок выше, еще лучше дня, выше вот этого уровня. Вы видите, да, зеркально мы сформировали уровень и сейчас его неоднократно тестируем. Если мы фиксируемся выше, я бы только в таком случае покупал. И тогда уже более серьезно смотрим в более длинные покупки. Поэтому на данный момент качественного именно такого торгового сигнала, который отрабатываю я, нет. Торговать активно нет, поэтому я данную валютную фару вам сейчас и не показываю. Мы сейчас находимся в таком неком боковике. В какую сторону выходим, в ту и направляемся. Но выходим, важно понимать, именно чтобы дневка закрылась. Или выше 0.9570 или ниже 0.9535. В каком направлении пробиваемся и закрываемся. Это очень важно, чтобы мы именно закрыли день за пределами этого боковика, в том направлении и будем двигаться. Минимум пунктов 60-70 по данному валютной паре. Ну 60 точно можно спокойно брать. Понятно. Хорошо, спасибо большое, Роман, за ваш ответ на вопрос. Хорошего вам дня, успехов на рынке. Спасибо, и вам также удачи. Спасибо, до свидания.